Вопрос. Достоверен ли хадис? Скрывайте помолвку и объявляйте о женитьбе. Никахи. Я имею в виду вопрос только о помолвке. Лучше ли не справлять и не праздновать помолвку? Я знаю, что объявлять о женитьбе обязательно. Но что по поводу помолвки? Хвала Аллаху. Этот хадис передал Аддайлями в Муснаде Альфирдауса с такими словами. Показывайте женитьбу, Никах, и скрывайте помолвку. Это слабый хадис. Шейх Аль-Альбани, да помилует его Аллах, в силь саляту дарифа, указал на слабость этого хадиса. Также он сказал об этом в дарифуль джамири сагыр. Однако первое слово объявляйте является верным. Ахмад передал от Абдуллаха ибн Аз-Зубайра, да будет доволен им Аллах, что пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал «Объявляйте о женитьбе». Шейх Аль-Альбани в Ируа-Уля-Галиль сказал, что хадис хороший. Объявление о женитьбе означает присутствие свидетелей на ней, и это считается обязательным у большинства ученых. Более этого, это одно из условий верности женитьбы, так как пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал «Нет Никаха без опекуна и двух справедливых людей». Хадис передан от Амирана и Айши. Некоторые ученые считали желательным скрывать помолвку из страха перед завистью, из-за которой некоторые люди смогут расстроить помолвку и поссорить жениха с семьей невесты. Об этом сказано в «Хащиятуль Адави» аля шархи мухтатари халиил. Это же подтверждают и слова пророка, саляллаху алейхи вассалям, «Скрывайте свои важные дела, чтобы вы преуспели в них, ведь воистину каждому обладателю милости завидуют». И это касается не только помолвки. Человеку не следует выставлять милости Аллаха, которую он даровал ему, перед теми людьми, которые завидуют. Что касается проведения торжества по случаю помолвки, то это является обычаем, которому следуют многие люди. И если пожелает Аллах, это не запрещено. Однако во время проведения торжества следует придерживаться канонов шариата, чтобы не происходило смешение женщин и мужчин, чтобы при проведении торжества не использовались музыкальные инструменты, если не считать дуффа, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дозволил использовать дуфф на свадьбах, а Аллаху ведомо лучше.